У студии Wet Game Company, создавшей игру Journey, о которой речь уже заходила, есть еще один проект, схожий с путешествием. Правда, схожесть остается только в атмосфере. Называется игра Flower, то бишь цветок. Просто незатейливо. Зато красиво. По большому счету, эта игра геймплеена примитивно до невозможности. Если вы думали, что Journey слишком прост, то эта игра еще проще. В ней мы управляем ветром, носящим лепестки и цветка. Жанр игры определен как пазл, что лично для меня немножко странно. В моем понимании, пазл — это мозаика, которую нужно собирать. Ну или хотя бы головоломка. Назвать Flower головоломкой как-то язык не поворачивается. Завязка тут такова. Мы наблюдаем обычную, в общем-то, картину для нас. Грязные, серые современные миры и маленький чахлый цветок на подоконнике. Это значит главное меню и выбор этапов. На каждом этапе нам, очутившись на поле, нужно будет это самое поле оживить. Для этого лепесток, оторвавшийся от цветка, будет пролетать над другими цветами, собирая их и таким образом увеличивая свой объем. Объем вот этого цветочного потока. И все более озеленяя местность. Технические задачи выглядят так — пролететь по всем точкам, собрав все цветки. Поток летит медленно и немного неуклюже, но вполне легко поворачивает. Можно летать на ускорении. В общем-то, это все. Да, весь геймплей. Вообще, все это звучит и выглядит как обычная концептуальная гринлайтовская поделка. Игра-идея, которая хороша лишь в теории. Однако, должен признать, что и на практике эта игра тоже очень даже хороша. Секрет до безумия прост. Визуальный ряд и атмосфера. Все как обычно. Уже через минуту после старта мы управляем огромным ураганом лепестков. Огромным и очень красивым. Идея игры проста, как и сам игровой процесс. Человек, посмотри, как ты загадил мир. Он потускневший и грязный. Он мертвый. Но природа снова возьмет все в свои руки. Не хочешь ли ты помочь? Хочу, хочу. Сперва мы просто летаем над поляной и собираем лепестки с цветов. Обобрав одну поляну, мы увидим, как она расцветает зеленью и иными красками. Появляется возможность озеленить другую поляну и так далее. Поляна за поляной. И вот уже на пышущем жизнью огромном поле расцветает гигантских размеров дерево невероятной красоты. И этап закончен. Теперь на подоконнике появляется новый, зачахлый цветок. И новое место будет нуждаться в спасении. Что интересно, даже само меню преобразится. Краски станут менее тусклыми. А статичные заставки укажут на то, что и мир стал чуточку ярче и чище. И мы отправимся дальше. И все больше места будет очищено. Это и обычные цветочные поля. И дневные, и ночные. И сельскохозяйственные поля, где нужно будет активировать мельницы или фонари. И даже застройки и свалки, где уже существует опасность быть поджаренным электричеством. Правда, это не смертельно. В игре невозможно проиграть. Она медитативна настолько, насколько игра вообще может таковой являться. Атмосфера располагает. Потрясающий визуальный ряд. Конечно, учитывая, что игре уже 11 лет. График в ней далеко не самый новый, как и технологии. А жаль. Забавно, но портирована она была лишь год назад вместе с путешествием. Но тем не менее, благодаря очень яркому, красочному и вместе с тем простому дизайну, Flower смотрится очень красиво. Не страшно, когда в игре плохая графика. Страшно, когда кроме хорошей графики в игре ничего нет. У нас, к счастью, первый случай. Видеоряд в ней созерцательный. Игровой процесс неторопливый. Ты никуда не спешишь. Тебя никто не гонит. Не нужно спасать мир от драконов или конца света. Нет всей вот этой вот привычной суеты, какая есть обычно в играх. Ты можешь просто включить ее как бенчмарк и любоваться красками, слушая приятную музыку. Как и в путешествии композитор постарался. Саундтрек предельно простой. Заглавная тема отсутствует, но она здесь и не нужна. Музыка плавная и не давящая. Не надоедающая. И, что самое главное, позитивно настроенная. Нет таких ноток, настраивающих на какую-то экзистенциальную тоску по тому, что мир проспал поворот. Нет, тут все проще и приятнее. Поэтому игра подойдет кому угодно, от детей дошкольного возраста до 50-летних дяденек, уставших от суеты. До шедевра игра все же не дотягивая, слишком уж она бесформенна, лично по моим критериям. Однако это не делает ее плохой. Не спеша ее можно легко пройти часа за 3-4. И если вам по душе такая идея игры, то будьте уверены, эти 4 часа вы потратите с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова